Чё-то здесь-то и проваливаюсь. Честно говоря, идётся херово. Я так не зайду. Такой обвём провалит, так раздает меня нахрен. А процесс-то пошёл. Опа! Капец погода. Рыбачить физически невозможно. Опа! Вот, лыж не вижу. Бурюсь по ботинке полностью. Рыбачить физически невозможно. Всем привет! Наконец-то выбрался в лес. Сейчас кратко обрисую, в чём суть похода. Я думаю, все, кто давно у меня подписан, уже понимают, куда я иду. Иду на Ежмойзеро. Планирую в том районе пробыть 4 дня, 3 ночи. Готов к холодной ночёвке. Гамак, спальники, всё есть. С собой бур. Широкие лыжи. Буду пробовать рыбачить. Уже прошёл деревню, пару уже километров иду по лесу. Народу сегодня просто какой-то кошмар здесь. Тьма людей проехала уже. Я, блин, столько здесь народу никогда в жизни не видел. Ну, сегодня суббота. Сейчас раннее утро. Часов, наверное, 8. Выехал сегодня на 5.40 в тубусе. Это капец, как рано. Солнце уже немножко встало. Мне идти ещё километров 5-6 где-то. Ну, чуть больше часа, наверное, идти буду. На само Эжмойзера, вероятнее всего, сейчас не пойду. Чуть заранее сверну. Пойду там на соседнее озерцо небольшое схожу. Погляжу там избушку. И оттуда уже, возможно, сбегаю на Эжмойзер. На США оттуда пойду. Сегодня я ещё там на трассе подкинул мужик немножко, пару километров. За что ему, конечно, огромное спасибо. Но, когда я выходил из машины, потерял где-то перчатку. Видимо, ну, скорее всего, машине у него оставил. Поэтому сегодня иду без две рукавицы. У меня, конечно, есть рабочие две перчатки, вроде бы. Если что, я их натяну друг на друга, и будет довольно тепло. Сейчас на улице где-то минус 17. В городе было минус 14 я выезжал. Но уже мороз начинает спадать птихоньку. В принципе, сегодня самый холодный день. Вот сейчас вот утро. Днём обещают минус 5, минус 6. Солнце. Так что сильно холодно. Но этот путь уже не должно быть. Ладно, иду. Сейчас уже на улице красотища. И вообще нереально. Такой вот зимник. Дорога охрененно пробита. Вообще иду не проваливаться ни разу. Кстати, планирую ещё посетить, Танюшка, дальние избы. Скорее всего, один день я выделю чисто под такую, можно сказать, радиалку. Это ж Мойзера. Мы не будем рыбачить. А второй раз на рыбалку иду, на зимнюю. Конечно, цели наловить рыбы нету у меня. Но пробую всё равно буду. Взял там мормышек парочку. Курточку. О, какая красота сегодня вообще. С погодой всё не повезло. Но завтра ожидается снег весь день. То есть завтра тоже снег. Так что сегодня иду наслаждаюсь такой природой красивой. О, как здорово, а. Иду медленно сегодня, капец, как медленно. А дальше ещё большие было, то сейчас там вообще, наверное, невероятная красота начнётся. Как всё на деревьях переливается. Вообще красота. Блин, самое удивительное, что ветра сегодня нету почему-то. А он, по-моему, должен был быть довольно сильный все эти дни. Но здесь сейчас абсолютный штиль. И ещё солнце начинает греть. Вот солнце вышло и греет уже. Прям тепло становится. Я где-то километра полтора назад, наверное, повернул в эту сторону, на перекрёстке Буранок. Ну, блин, дорога-то ведёт меня явно не туда. Буранка идёт туда, а база и озеро где-то вот там вот. Ну, не 90 градусов, но почти 90 градусов уже. Хотя, на самом деле, сейчас я буду посмотреть эту избушку. Я уже там был как-то раз, даже показывал её. И она примерно в той стороне, куда вот ведёт Буранка. То есть я вроде как иду не туда, а вроде как сюда, куда надо. Только что мужика с собакой встретил. Пару фраз подкинулись. Спросил, куда Буранка-то вывезет. Говорит, вроде как в деревню. Ну, на базовой. Так что, похоже, всё-таки Буранка-то педлю делает, хотя бы по волотам. Так, а мне уже где-то вот у дальней части леса надо будет отворачивать, чтобы на прямки выйти, чтобы крюк не делать в 2 километра. Ух ты, блин. Чё-то пошёл по мужика следам. А здесь держак-то херовенький. Вон-то налегке идёт, в нём волокуши. А у меня, блин, говна там 20 килограмм за спиной. Чё-то здесь-то и проваливаюсь. Ну, в общем-то, я прошёлся немножко тут, понял, что начал проваливаться сильно. И встегнулся в лыжи. Сейчас, тем более, надо немножко свернуть будет в сторону. Так что дальше на лыжах шоких. Встал на них чуть раньше, чем хотел. Ну, вот где-то здесь уже моя остановочка, по идее. Точнее, сновочка, поворот в тайгу, с дороги. И вон туда куда-то надо. Здесь ещё какая-то буранка идёт направо. А, нет, на петлю делается. Так, впереди, вижу-ка на обратно всё приходится. Мужик вот здесь ушёл, которого после этого встретил собаками. Вон, его следы ещё видно. Так, а мне сейчас куда-то туда, да, сворачивать надо. Так, ну, чё скажу, нас-то вроде как особо-то и нету. Пухляк лежит. Тяжело будет ходить-то эти дни. Ладно, мне сегодняшний переход такой лейтовый оказался. Завтра-то, блин, без буранок. Ну, где-то вот в этом лесочке стоит избушка. Честно говоря, идёт сахерово. Здесь, походу, ни разу не было пульсовой температуры. Проваливаюсь сильно. Нас-то отсутствует. Хотя, вроде, по болоту отъеду сейчас. Место открытое. Блин, рюкзак ещё тяжёлый. Давит сильно. Вроде идёт за дороги 600 метров, а чё-то тяжело идётся. Тяжело. Я уже думал, здесь никто не бывал зимой. А нет, бывал. Вот старая то ли лыжня, то ли буранка. Вот, вот, с собаческой. И там, вот, через озеро, дорога идёт, вижу. Кто-то, значит, здесь бывал. Ха-ха. Да, издалека-то показалось, что это то ли лыжня, то ли буранка. А это вон. Не понимаю, то ли заячий след. Да, заячий вроде. На лося-то, наверное, не похоже. Так, осталось найти избушку. Да, это здесь. А вот она где. Избушечка. Да, брёл. Да, никого зимой не было, если бы ни разу. Тяжёлый заход, что-то, блин, избута. Сейчас поглазеем, залезем в избушку. Смотрим. Если варик здесь не ночевать. Хотя бы сегодня. Ну. Первый заход. Так-то цивильным вроде стало даже. Да вроде даже вполне себе ничего. Места, конечно, капец как мало. Да нет, прям пойдёт. Пойдёт, пойдёт. Ну, а, конечно, супер маленькая. Ну, я думаю, вот видно, что я сижу, у меня ноги. Вон, дверь или блеск. Так, что с двери. Дверь немножко заклинила. Ну, надо просто разработать. Ну, дрова залезут. Ну, давай-ка я попробую растоплить её. И посмотреть. В принципе, слизьба нормально затопится. Так, я здесь и останусь. Чё, я схожу порыбачить. Часика на три на четыре. А здесь, по-моему, за ночую. Капец, она, конечно, малюханская. Стоит, он топится хорошо, быстро довольно-таки. Сто процентов. Ну, говна машина, конечно, хватает тут. Да ничего, за ночую. Короче, я здесь остаюсь нахрен, на ночь. Там, я думаю, на ежмоте сегодня оншлаг должен быть. Ну, сходим, посмотрим. Ну, вообще, я хотел здесь за ночевать. Думаю, а сейчас, почему бы и не сделать это вот в этот раз. Печка-то маленькая тоже, капец. За два телефона буквально. Ну, а чё, посуда имеется. Чайник есть. Котёл у меня с собой тоже есть. Просто на самом деле, размер мне её нравится очень. Я бы себе где-нибудь такую же поставил, небольшую. Вот и хочу здесь подозначевать, посмотреть вообще, попробовать. Каково здесь будет по удобству. Затопил я печку. И что-то здесь, на самом деле, не всё так радужно. Потому что дверка не закрывается до конца. Не могу её закрыть. Как и открыть, собственно. Потому что вот чё-то здесь, ну, заржавело уже не даёт. И закрыть вот тоже. А-а-а. А закрыть-то он болт не даёт. Две штуки вот эти вот, крайние. Вот это нижние. То есть здесь как-то сперва открыты дверцы, или как? Потому что вот не зажимается сюда. А не, начинает зажиматься. Может, сейчас чуть-чуть получше будет. Да, щели капец. Дверь, короче, херовая. И печка не очень хорошая. В остальном прикольно здесь, прикольно. Ну вот, измолчена прогреваться. И потекла. Уже уже накапало. Ну, это нормально сейчас. Вся изба винеет. Когда всё протопится. Всё будет хорошо. Так уже вроде как тепло становится потихоньку. Но всё равно ещё минусовая, наверное, стоит здесь. Хотя вот стенки начинают плавиться уже потихоньку. Маленькая печь, штопка маленькая. Всё тепло улетает практически в трубу. Труба-то, конечно, хорошо кочегарит. Но сама печка вот небольшая, так не очень. Вот так сижу пока кочегарю. Времени довольно рано ещё. 10 часов утра. Планирую сейчас здесь посидеть в избушке. Наверное, где-нибудь до 12. Приготовлю обед, скорее всего. И у 12 стартану на жмозером. Здесь всё оставлю, все вещи. Пойду порыбачить. Ну, может, 12, может быть, в час. В принципе, светового дня у меня до полседьмого точно. Закинул он только что третью топку полную. Вон, как угол стоит. Но зато кочегарит. Короче, в избе где-то пульсовая температура уже. Наверное, плюс 10, может быть. Но сижу пока в одежде. Где он немножко подостыл, когда пришёл сюда. Поэтому так. Ещё довольно-таки прохладненько. Греешь, сушусь. Углы оттаяли вроде. Немножко вот здесь сверху над полкой. Остался ещё снег. Но углы уже почти дотаяли. Избушка вся течёт сейчас. Всё капает. Но вот этот кусок уже перестал. Капать всё оттаяло полностью высохло. Здесь вот матрас накапало довольно-таки сильно. Но от этого никуда не деться. Потому что изба не топилась зимой, пока я понимаю, ни разу. Чайник у меня вскипел. Но он был неполный. То есть я одну закладку снега вот сейчас вскипятил. Занёс вот еду всю свою. У меня есть еда. Такое барахло. Всё. Слой в ведро. Всякого здесь. Вот. Настал котёл. Честно говоря, лень готовить. У меня есть два Ролтона с собой. Вот я сейчас один забахаю. Бахну Ролтон. Выпью водичку. У меня это вода здесь была ещё. Которую я принёс с собой. И в принципе, на этом я проживу до вечера. Вечером уже приготовлю полноценный ужин. Ну всё. Я собрался. Времени час. Немножко даже поспать успел. Где-то полчасика прохватил. Ну всё. Иду на Ижмойзера. Буду ловить. Идти мне где-то минут 15, наверное, сейчас до Ижмойзера. А вон и видно уже родное Ижмойзера. Оно между деревьев. Поле. Это вот оно. Тяжело шлёпать. Медленно. Иду медленно. На, на турдиалку-то сходить. Ты капец, сколько времени уйдёт. Вот оно. Вот оно. Первый раз здесь зимой. Никогда не было здесь зимой. О, народ ловит. Посерёдки вон. Что-то там попробовать половить можете. Заливчики в это. Хотя вот здесь это классно, хорошо нарабочилось тогда. Как раз где-то вот здесь вот это было место. На, вот там впереди что-то две какие-то тёмные точки. Не так далеко. Метров 500, наверное. Там вон палатки стоят вижу. Раз, два, три. По-моему, три или четыре. О, блин. Даже по озеру хер пройдёшь. Всё равно проваливаешься. Охереть как. Да. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потом тоже отойду подальше куда-нибудь Может где-то лунки поищу старые Где может бурились уже Что-нибудь вот такое место найти бы надо мне Как-то раз конечно в мае здесь прекрасно клевало Но не знаю, видимо сейчас-то Как-то по-другому надо Буду искать Только что была первая поклевка у меня Но не вытащил заразу Снова поменял дислокация Уже четвертую лунку бурю Столько отошел к берегу Надеюсь никто не бурился еще Опять поклевка была только что Две поклевки подряд Ладно, если я вытащу сниму А у мужики выезжают Начинают, которые стояли с ума И относительно недалеко Ну вот и первый улов Первый окушочек Стандарт размер Лермозера Ну ничего, ничего Первый улов Долго стоял за него Пришел сейчас в то место Где мужики сидели Там уже постоянно половил впереди Сейчас сюда перешел Что-то ничего не клевало Вот и вижу здесь частенько люди ходят сюда Стоят веточки Это видимо лунки обозначают Так они Хапчиков дохера Здесь Какой-то мусор веснами валяется Так что видимо здесь частенько люди бывают В общем Постоял на этом месте Половил Ни одной поклевки так не было Сейчас иду избушку проведать Старенькую Зайду посмотрю ее Ну так, чтобы хотя бы знать На всякий случай Занята она или нет В каком состоянии сейчас она Потому что пару лет здесь не было Там еще одно местечко видел Где люди ловят Постоянно видимо Там тоже набурюсь Посмотрю А так времени уже 4 часа Мне через час Надо уже точно выдвигаться на избу Чтобы успеть дров заготовить Вот результат Один окунь Всего лишь один окунь Но опять же Я и не рыбак Я на рыбалке на зимний второй раз в жизни Вот здесь вот рядом с избушкой Видимо тоже ловят Честно говоря на удивление Не так много народу здесь Сегодня Я думал будет больше людей Столько погоды Я думал все озеро будет тыканно рыбаками А нет Там кстати я еще на палатку Вон вижу А на той стороне озера Оранжевое стоит Там уже у домов Так вроде как подсобрались Ушли С рыбалки люди Здесь тоже мужики уехали Походу Народу-то вообще немного осталось Но те у нас еще стоят с палаткой Но на эту избу еще тропа не зарастает Сюда-то люди ходят Но сейчас никого нет Дорога старая Замесенная снегом Такое ощущение Что как будто бы избу повосстановили Или даже новую поставили Или это беседка такая Здесь не было Было только одно строение Реально Реально что-то поделали здесь Изба-то изменилась Я вижу изменилась Ну слюха здесь наверное Последний раз были В году так в 20-м Наверное Надо да Что-то все поменялось Совершенно все поменялось Это что у нас здесь такое? Ага Ну это у нас летняя кухонька Типа Есть градусник Показывает минус 2 Мне кажется холоднее По ощущениям прохладнее Хотя с озера Только что там ветер Может быть так и есть Не знаю Избушка Избу новую сделали Как будто бы Сейчас сюда вставляю Фотки Как она выглядела До этого Совершенно другая изба Как будто бы Потом проверю Скорее всего Может ее пересобрали Ее пересобрали Полностью Сто процентов Вот внутри Все совершенно по-другому Хорошая изба стала Ну не то что Прям отличная Но как минимум Годная Видно что Свежак Стены Ну и пересобрали Здесь Пересобрали Круто Молодцы Она совершенно по-другому Выглядела Какой-то Заткусностью пахнет Правда Единственное что Не-не Изба годная Прям годная Да Ее пересобрали Подписаны бревна Только сейчас заметил Красными цифрами Ее реально пересобрали Я вижу здесь Как будто бы Вот этот венец Как будто бы новый Я сюда не шел Потому что думал Что она херовая Там-то остался А вот здесь Вполне себе Цивильно Хорошо Но там тоже классно Я там давно Хотел переночевать Поэтому там осталось Да здорово Что даже такие печальные Избы устанавливают Потому что У нее состояние было Очень уже плохое Конечно Можно было бы Заночевать Но с трудом А тут вон Хорошая изба стала Вот даже За такие избы Берутся Обстанавливать Это круто То есть мы конечно С аэропортом там Ну так Совсем слабенько Обстанавливали Ну тоже Сделали конечно Круто А здесь-то прям Вообще Пересобрали полностью Избу Мощно Мощно Теперь еще одна Хорошая изба На изжмозере Буду знать Если что Летом Может быть даже Остановлюсь Когда-нибудь здесь Как здесь классно Как красиво Замечательнейшее место Очень люблю Здесь быть И зимой Здесь тоже шикарно Тоже красиво Очень круто Я очень рад Что я смог Выбраться Наконец-то В лес Не на Два денька Прям полноценно На три На четыре Ух Здорово Ну все На сегодня Рыбалку заканчиваю Время Уже Без 15.05 Половил В этом месте То Где Умки Обозначены Но Тоже Ни одной поклевки Ничего не было Получается У меня за день Четыре поклевки Одна из них Результативная Была Все Были на одной лунке Где тут Хрен знает Где даже Где-то там Которую Я бурил сам То есть Там было место Ну просто Обычное место Не было уже Забурено там Я бурил Первоходом И вот там попал Видимо На Ну четыре Рыбина Какие-то было Одно достал В общем-то Стоять На удивление Было Тепло Я не замерз Совершенно Солнце Греет Все хорошо А ветер Нормальный Ничего страшного Как-то Спиной встал Все хорошо В принципе Куртку не продувало Штаны тоже В целом Не замерз Если что Руки мерзнут Народ весь Поуезжал почти Там вот только На оплатке На том берегу Осталось И вот там По-моему Два или три Человека Вижу сидит Больше Три Роди никого И нету На озере Ну и на базе Конечно Там по-любому Есть народ Там-то постоянно Живут Короче Иду сейчас В избушку Заготовили Немножко Дров там И Буду скоро Отбиваться Уже Спать Вот Нашел Неподалеку От избы Упавшее Дерево Вон оно Лежит Все уже Полностью Облетело Но Это вот Не то Гладко Повыше А вот Дальнее Как раз Пониже Удобно Было Пилить Отпилил Три части Кончик Средняя часть И Еще одна Средняя часть Нижняя Скажем так В принципе У меня этих дров Хватит Больше Даже Не понесу Вот Если что Я забрался Здесь чуть-чуть Небольшой Подъем Совсем Избушка Там Метров Ста И Уже Хер Заберешь Сон Лыжах Без Палки Реально Вышел Без Палки С пилой Сейчас Иду Бревном Отталкиваюсь Чтобы Как-то Можно Было Идти Вот Чайничек Кипятится А у меня Уже Готова Еда Здесь У меня Сейчас И На Сейчас И На Завтрак Макароны Шампиньоны Фасоль Соя Все Это Вот Здесь Сейчас Буду Ужинать Между тем Времени Уже 6-10 Ну В принципе Часиков 8 Можно уже Испать Лить Сейчас Здесь Уже Прям Очень Очень Тепло Так Чайничек Скипел У меня Отыграет Музончик Заварил Только Что Елочку Опять Чай Не Брал С С С С С У меня Новая Чашка Такая Сейчас Буду Пить Еловый Отвар Единственное Пока Не знаю С чем Буду Пить Чай У У Меня Печенье Вон Почти Килограмм Есть Там Где-то Джем А есть Вот Такая Паста Спасибо Настюхе За то Что Подогнула Буду Пробовать Она Уже Два Месяца У меня Лежит Так что Настюхе Привет И Спасибо Ну вот Я говорил Что Я заказал Себе Новую Вещь Для Зимних Теплых Походов Вот Такой Надувной Ковер Это Прям Ну Практически Топ Вариант Thermarest Neo Air X-Lite R-value 4.2 Вес Меньше 500 грамм Не помню Сколько Напишу Вот Здесь В общем Крайне Доволен Покупкой Блин Дорогой Конечно Но Надеюсь Своё Отслужит Уже Немножко Тестировал Его Лежал На снегу Не спал Просто Валялся Блин Вроде Тепло На улице Было Минус 11 Ну Конечно В палатках И в избах Спать На нём Блин Намного Удобнее Чем Без Него Потому Что Он Всё-таки Мягкий Соединение Обычно С нарами Так На самом Деле Я его Надул Потому Что Уже Скоро Укладываюсь Спать Ну Честно Говоря Еле В лес Я Головой Уперся В эту Стенку Ногами В ту Стенку Тесновато Да Видимо Избу Строили На Человека Поменьше Пониже Ростом Я В длину Не вылезаю Буквально Сантиметров Пять Не хватает То есть Строилась Видимо Под Метр Семьдесят Наверное В избе Баня Жара Невозможная Немножко Там Еще Под Накину Закину Сейчас Одно Полено Большое Ловнику Закину Может Минут Двадцать Пять Назад Просто На угли Положил Чтобы Нашайло Сколько Сможет Прошаять Ночью Не знаю Наверное Топить Не буду Вставать В принципе Мне С вот Этим Спальником Я Вывезу Точно Второй Спальник Даже На улице Убрал Он Здесь Не мешался Во-первых Во-вторых Он Времени Сейчас Полвосьмого Ну до восьми По батоню Немножко Восемь Должен Спать Заволюсь Хоть Наконец-то Отосплюсь Пока Еще Думаю Что Завтра Делать У меня Есть Три Варианта Либо Остаться Здесь На Это Первый Вариант Второй Вариант Уйти Как раз На дальние Избы Две Посмотреть На второе Скорее всего Заночевать Ну и Третий Вариант Сходить В радиалку То есть Бегать Все-таки На одну Избу И потом Вернуться Сюда Ночевать А Послезавтра Сбегать Такую же Радиалку До еще Одной Избы До дальней Уже Чтобы Не тащить Туда Вещи Все Не ночевать Там Вот На дальней Избег Как бы Сделать Здесь Базу И бегать Отсюда Километраж Будет Ближайшая Радиалка Километров Десять Наверное Дальняя Радиалка Километров Двенадцать Тринадцать Может быть Но Завтра Я Все равно Планирую Пока что Проснуться Еще по темноте Отзавтракать И все-таки Уйти На утреннюю Зорьку Попробовать Половить Может быть Конечно Не так Долго Там Часика Два Может быть Постаю Ох Короче Не знаю Что-то Делать В любом Случай Надо сходить На те Две Избы На дальние Посмотреть Когда-то Сделать В каком Формате Ну На этом Наверное Первый день Заканчивается День Блин Конечно Красивый Был Сегодня Дошел Сходил Порыбачить Хотя бы Одного Ух Не поймал И то Хорошо Я уже Доволен Очень Доволен Потому что Ну я не рыбак Я честно Не очень Понимаю Вообще Весь прикол Семьи Рыбалки Пытаюсь Вот все это Распробовать Но что-то Не получается У меня Даже он Бур прикупил Ну что-то Не знаю Самый главный Вопрос сейчас Насколько часто Он будет Использоваться У меня Может он Будет валяться Где-нибудь На даче Ладно Все сплю До завтра Вот утро Времени Пол восьмого Уже Я честно говоря Все Проспал Зато Выспался Изумительно Сегодня Просто Шикарно Ночью Было Тепло Ну в этом Спальнике По крайней мере С этим ковром Проснулся Я где-то В Пять Затопил Печку Думал Буду вставать Скипотил воды Разогрел еду Вот так В итоге Заснул Даже не поел Ничего Сейчас Еще есть В принципе Ничего страшного Ладно У меня еще Три дня Здесь Успею Порыбачить На улице Затянуло Идет Небольшой Снег Честно говоря Еще бы Поспал Немножко Проспал И получается Ну часов Где-то Десять С половиной Наверное Наконец-то Наконец-то Дорвался Ну все Покидаю я Избушку Прибрался Вещи все Которые Выносил Занес Дровишек Чуть-чуть Есть Но на улице Еще до хрена Лежит Печка Холодная Вещи Все Забрал Осталось Бутылку Забрать Камеру И сумку Все взял Ну и Можно выходить Уже Пора Да На улице Пошел Снег Вещи Все Собрал Пойду Ночевать На другую Избу Попробую Попасть Сюда По крайней Мере Избушка Все закрыл Дрова Вон лежат Здесь В снегу Немножко Но лежат Надеюсь Надеюсь Я еще Приду Сюда Заночевать В этом Походе Возможно Через день Здесь Останусь Еще на ночь Посмотрим Мне здесь Понравилось Место Хорошее Красивое Единственное Что с дровами Проблема Далековато Ходить за ними А так В целом Все здорово Ладно Все Стягиваюсь В лыжи И Выхожу Ладно Спасибо Этому Дому Пойдем К другому Такое ощущение Что на лыжи Налипло Как-то Прям Не скользит Вообще То ли это Из-за того Что снег Нападал Свежий Рюкзак Тяжеленный Капец А мне Сегодня Идти Ну Где-то Больше Десятки Примерно 11-12 Км Сейчас Времени Уже Честно говоря 9 утра Я Сегодня Никуда Уже Не торопился Когда Понял Что Все Проспал И Сейчас Иду На дальнюю Сторон Озеро Ижимского И оттуда Там По болотам Пойду Искать Одну Из Исп До нее Дойду Дальше Посмотрю Как буду Действовать Ряднее всего Уйду Потом На другую Еще Избу Вот здесь Я вчера Шел Прямо Вот здесь Офигеть Занесло Все Я реально Не вижу Своей лыжни Ее Нет Задуло Засыпало Снегом Конечно Когда Идешь Чувствуешь Ногами Но Так Вот Видок Не Видать Охренеть Народ Уже Бурит Реально Того Берега Ты Не Видать Офигеть Народ Сидит Ребачит Реально Вот Эта Погода Жесткая Блин Я прошел Тонера Километра Полтора Максимум Я уже Весь Выдохся Я не знаю Наверное Две Избы Сегодня Точно Не схожу Посмотреть Одну Быть Сходить Честно Говоря Потому Что Я Уже Никакущий С мужиками Точно Поговорил Немножко Говорят Клюоток Уни мелкий Сорожка Покрупнее Есть У них Клюет Реально Вот так Сейчас Жмозера Выглядит Дальние части Не просматриваются Вообще Да Кстати Я сейчас Иду Вот Иду Буранки Здесь Я хотя бы Еще не так Сильно Проваливаюсь Здесь Сейчас Вообще Хорошо Было Идти Только Что Вот Здесь Похоже А если Свернуть Чуть Чуть Буранки Я Не вижу Но Иду По ней Ногами Чувствую А Свернуть Вот туда У меня Лыжа Проваливается Во Лыж Не Видно Вот Я Сверну Буранки Идти Капец Как сложно Во Буранка Вот Здесь Ого Ее Чуть Чуть Слабенько Иногда Бывать Видно Сейчас Я Вижу Чуть Я Тупо Забуриваюсь Даже На таких Широчинных Лыжах Офигеть Ну все Подхожу К берегу Где-то Здесь Впереди Избушка Должна Быть Вроде Как Здесь Очень Сложно Еще Аккуратно Морозил Одно Не знаю Мне кажется Я не доберусь Ни до Одной Даже Избы Ну Вот Избушка Впереди Стоит Сейчас Зайдем Посмотрим Есть Кто Нет Вроде Никол Нет Ну Десяти Конечно Хорошо Без Ветра По Лесу Замечательно Да На избушке Никого Нет Трава Есть Это Уже Радует Чем Нужно Быть Остаться Вдруг Тепло В избе Немножко Тепло Здесь Благайшим Мощный Цивилизован Капец Дрова Даже Лежат Какие В печке Ну Здесь Реально Теплее Чем На Улице Кто То Был Так Я До Сюда Шел Получается Около Часа Капец Просто Капец Тут Идти Два СПОНО Километра Отсюда Мне Идти Еще Три С Половиной То Это Еще Часа Два Потому Что Дороги Дальше Я Не Заметил Соответственно Дальше Надо будет Торопить Я схожу Прогуляюсь Посмотрю Хотя бы До болота Дойду Здесь До среднего Выдора Еще Небольшого А дальше Буду Думать Пойду Ли Я На Дальнюю Избу На Новую Смотреть Или Не Пойду Не Хочется Там Застрять Так Что Вероятнее Сего Надо Дальше Идти Блин Не Знаю Что Делать Либо Можно Половить Сходить Здесь Пока Погодка Красота Снега Это Много По 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 Конкретно Вот Здесь Сейчас По По У нас С Другами Нет Проблем Крайний Случай Можно Остаться Будет Решил Сейчас Сходить Немножко По Другому Сейчас Пойду На Озеро Здесь Идти Где-то Три С половиной Километра На самом Деле Здесь До Боих И Примерно Три С Половиной Поэтому Пойду Сейчас На Озеро Думаю К Часу Я Там Буду Уже Хотя Будет Шанс Порыбачить Сегодня Еще Потому На реке Я Не Хочу Пыриться Особо Там Река Наверное Узкая Должна Быть А На Озере Можно Забуриться Будет В общем Так И Сделаю Сейчас Иду На Озеро Дороги Туда Нет Буду Пробивать Ну Все Впрыгнул В лыжи Пока Избушка Я Пошел Да Недавно Топили Даже Видно Как Протаяла Крыша Ее Еще Не Задуло Не Замело Ладно Все Иду Тоже Холодно Стоять Ты Капец Какой-то Я Прошел Метров 150 Я Уже Все Я Мне Надо Отдохнуть Идти Все Капец Как Тяжело Вон Я Как Проваливаюсь Я На Широких Лыжах Иду Сполз Собака Жесть Условия Капец Какие Но я Все Доведу До Болота Вдруг Такая Буранка Есть Я Дальше По Буранке Топнул Но Здесь Так Идти По Лесу По Редколесь Капец Какой-то Я Так Не Дойду По По Ходу Придется Маршрут Перехвалифицировать В Полностью Рубац Вышел На Озерцо Ни Одной Буранки Нет Здесь По Ходу Придется Двигать В Обратную Сторон Потому Что Мне Не Дойти Я Прошел 300 Метров Сейчас Я По Пытаюсь Поснимать Как Рыбачу Тогда Другой Раз Бегаю Может По Лету Ну Потому Что Очень Тяжело Реально Я Не Рассчитывал На Такое Превозмогание Просто Если Тогда Еще Уйду Хорошо Ладно Дойду До Избы Датой Мне Потом Еще Обратно Ити Завтра А Снег Обещают И Сегодня И Завтра Соответственно Все Заметет Обратно Снова Торопить Капец Меня подводит Погода Вчера Вот Хорошо Было Прогуляться Хотя Тоже Снег Не Держит Нифига Все На пол Сабага Ухожу Под Снег С Лыж Не Вижу Иду Ладно Иду Короче В обратку Потому Что Не Дойти Реально Не Дойти Не Буду Упахиваться Лучше Порыбачу Зак Тяжелый Еще За Разу 20 Килограмм Накидал Мне Вот Аэропорт На широких Лыжах И Что Они Шли Туда Часов 8 Или 6 Не Помню Очень Долго Если Мы Доходим Там За 4 По Лету Потому Что Я На Лыжах Бегал Туда За 3 С Половина Часа А Лучше Прошелся И Я Понимаю Почему Так Потому Что Вообще Ведь Не Идется Если Ничего Нет Буранки Нет Снег Рыхлый Да Прекрасно Вообще Никаких Проблем Вот Так Быть И Так Сходил Куда Угодно Но Блин Трапить В Одного А Был бы Илюха Сходили До Озеро До Охерели Но Дошли Вдвоем Все равно Веселее Одному Деморализует Все Сразу Вот Вернулся На Избу А Мою Лыжню Уже Закидало Ее Уже Не Видно Почти Здесь Даже Ветра Нет Просто Тупо Закидывает Снегом Дальше Я Не Вижу Даже Вот Там Капец Прошло Полчаса Полчаса Так Обратно Опять Надо Трапить Будет Через Озеро Охереть Кстати У меня Есть Такая Небольшая Интересная Немножко Поучительная История Меня Могли Закинуть В лес На Машине Вчера Где-то Час В Час В Два Дня И Меня Должны Были Закинуть Ближе К озеру К тому Куда Я Сейчас Хотел Сходить Там От Дороги До Него Идти Километров Десять И Меня Хотели Туда Закинуть Часа В Два Дня И У меня Получается Там Оставалось Быть Часа Три Чтобы По Светлому Времени Суток Дойти До Озера Часа Три Всего На Десять Километров Я Чувствую Не Дошел Там Поэтому Хорошо Что Я Поехал Своим Входом Все Таки Решил Делать Так Сделал По Своему Ну Потому Что Так Я Казался В Более Выгружной Ситуации Что У меня Есть Выбор Где Ночевать Я До Ежмой До Шел Нормально А Дальше Уже Оказалось Херово Ити Вот Так Будут Меня Высадили Там И Чего Я Делал Я Бо Там Два Дня Обошел Только Две Озера До Этого Вот Такая История Ладно Иду Дальше И Лыжню Да Так Занесло То Она Сейчас Такая Спереди И Такая Сзади Прошло Напоминаю Минут 45 Вот Настолько Все Замело А Здесь Еще Ветра Нет Напоминаю Ветер Только На озере Был Если Уже Нет В общем-то Постоял Здесь Булунку Пробурил Здесь Уже Была Лунка Вот В этом Месте Заливчики Нифига Не поймал Ни одной Тачка Не было Просто Мин 20 Наверное Весь Вымер Столько Сейчас Будут Двигаться Все-таки В обратную Сторон К Избушке К той Где Ночевал Уже Там Где Мужики Сели Попробую Там Порыбачить Отогреться Пройтись Потому Что Подзамерз Уже Ветер Капец Дует Спину О Кто-то Пока Меня Не было Проехал Здесь Буранка Свежак Задуло Уже Капитально Ну Блин Ну Я Не было Я Шел Я Не было Туда ССБ Вышел Было Базу Видно Сейчас Не видно Свет Ветер Усилился Короче Вернулся На свою Сторону Времени Пол Второго Честно На обед Сходить Или побурить Все-таки Немножко Я Наверное Все-таки Побурю Постою Попробую Сейчас Ту местности Учера Упомплюнул Мужики Уехали Которые Здесь стояли Но Походу Оставили Жерлица Там Вроде Стоят Флажки Какие-то Ну Не пошел Туда Смотреть Мужики СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Нашел, так кажется, свою лунку, где я вчера ловил и поймал. Вон мои вещи, только что там бурился отрядом. И здесь пробурился. И, кстати, снег почти закончился. Стало видно все озеро. Да, он тут и едет. Не, рыбачий стоит. Три палатки, по-моему. Снегоход еще он едет. Да, погодка стала несколько получше. Времени два. Ну, сейчас еще по часику постою и на избушку. Ну, все, попробовал порыбачить. Ничего не поймал. Ни одной поклевки не было. Капец. Чего я не так делаю? Хрен знает. Ну, скорее всего, не в том месте ловлю, может быть. В общем, сейчас он там сделал отметку на той лунке, где я вчера поймал. Да, тут с утра попробовал половить, попытаться там. В общем, иду на избу, уже весь замерз. Как бы больше-то иду, потому что замерз, а не потому что надо. Так бы еще постоял бы, конечно, где-нибудь побрился. Но, блин, холодно, капец. Так, иду на избушку. Надо дровами заниматься. Да, и вот я снова здесь. И кто бы мог подумать, что я буду здесь еще одну ночь ночевать. Даже еще, наверное, две все-таки. Кстати, я уже ушел. Забыл эту закрыть трубу. Так что не зря вернулся. Не зря. Звучит музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Здесь у меня сушенка моя размоченная В соевом соусе все нормально Занес дрова, заготовил то, что вчера принес Вот все попилил, все закинул Здесь сейчас все сохнет у меня Вот печка, там он прям до стенки лежит все Только что-то обедал Даже, наверное, уже отужинал Потому что времени 6 Сбебай, я не могу, весь потом обливаюсь Раздеться вроде как некогда Ладно, на улицу уйти Но пока ел, я весь упрел Да, печка может кочегариться, может Ладно, пойду дровами заниматься Решил, короче, обочистить крышу У избушки А то снега вон сколько Саму из бубок практически Такой обем провалит Так раздает меня нахрен Хрен кто найдет потом Там все равно есть потолок Поэтому снега тепла не добавляет сейчас никакого Вот поэтому Почищу Перед сном Ну вот Сегодня я разместился уже более на опыте Ведро висит на гвоздях Там Ноги как раз под него влезают Сверху герма Там у меня Гамак Одежда Сумка От камеры Куртка висит, сохнет Довольно близко к печке Там шапка еще висит Здесь вот в такой позе непонятной Висят штаны и сохнут То есть их больше нигде никак не повесить Баф Поближе, если что, ночью надеть Если будет холодно Там у меня сохнут носки все Сапоги лежат Подпирают Шторку Чтобы снизу не дуло Кочерга подпирает сапог Все нормально Чайник Туда только что накидал снега Чтобы завтра у меня был полный чайник воды Он там сейчас топится Внутри лежит в печке Одно круглое полено Довольно сырое И там какие-то угли оставшиеся Скипятил воды в котле Завтра буду готовить Чтобы не бегать за снегом с утра А прямо туда закинул и приготовил Ну и на столе Тоже в этот раз порядок Вода, чашка К чаю Нож, зажигалка Повербанк Заряжаю сейчас камеру Восемьдесят один процент еще Рядом телефон Тоже поставлю на зарядку Но, наверное, ночью Поставлю таймер Каждые два часа буду Просыпаться и переставлять зарядки Потому что у меня две камеры И телефон Надо все зарядить будет Ну вот и все Как-то так вот я разместился Луже, чем вчера Взбухи сейчас Не холодно, не жарко В принципе Нормально Времени уже Начало десятого Буду спать Подъем у меня в пять утра запланирован Надеюсь проснусь Надеюсь встану Если не в пять То хотя бы в шесть Хочу все-таки выйти Я на зорьку Порабаченный И жмойзер Надеюсь получится завтра Хотя бы Ладно, буду спать Второй день позади Ну в общем-то Вот от третьего дня Уже натопил печку Приготовил уже еду Чай на чехси там греется Но Печка не греет Там два бревна закинул круглых Так что наверное сейчас чай пить не буду Водички попьем Я вам водички с собой бутылка стоять Времени еще кстати говоря не так чтобы и поздно Шесть тридцать Через пятнадцать минут рассвет у меня Ну я как раз за пятнадцать минут поем И начну выходить уже На улице довольно-таки светло В общем-то я вовсю собираюсь на рыбалку Уже солнце встало давненько Сегодня ветер Прямо здесь даже чувствуется ветер сильный довольно-таки Хотя я в лесу по сути Вчера вот окопал Избушку Она теперь со всех сторон вот так выглядит Только окна оставил То есть там вот сзади тоже Все подокопано так И я скажу что теплее сегодня было спать Прямо намного теплее Печку ночью не топил вообще И проснулся Прямо в избе было тепло Даже еще не хотел остопить печку Там больше пришлось из-за того что готовить надо было Так ты бы еще сидел сидел Капец за ночь пухляка навалило Иду по лыжне по своей Лыж не вижу Офигеть Не Задуло мою лыжню так Как будто здесь никто и не ходил Офигеть Я реально как будто вытроплю Иду конечно по лыжне по своей Но капец Занесло все Вот как будто не было здесь Я не вижу лыжню Свою Хотя прошел и сколько раз уже Так сегодня в этой части озера Никого нету Я вижу Буранки задуло капитально Оуй Оу Снег валит То есть Все равно не видно Вон моя горка Вижу Стоит Тебе позавчера Окунь достал Но я сейчас схожу там Половить Где мужики вчера ловили И сегодня кстати говоря Понедельник Если вчера-то здесь куча народу было, да позавчера, то сегодня-то, вероятно, здесь уже никого не будет. Не знаю, куда-то выбираться, буду буранки задул капитально. Пойду через деревню завтра, через базу, потому что там, я думаю, накатывают почаще. Сюда-то вряд ли кто-то поедет уже. Ох, капец, погода. Вот добрался до отмеченного места ветками такими. Буранка идет рядом, вот свежая сегодняшняя. Кто-то ездил то ли туда, то ли оттуда. Я попробую убриться здесь, постоять, посмотреть, вышел залива и стало ветрено. Не вижу, что кто-то у базы сидел ловил. Короче, стою уже больше часа, ни одной поклёвки не было. Причём ловлю вот в тех местах, где реально народ-то ловит. Вон, вон лунка, там лунка. Делаю всё то же самое, что на аэропорту, но там у нас клевало. Хоть как-то, хоть что-то, хоть где-то, но клевало. А тут ни хрена не клюёт. Короче, я понимаю, что я ни хрена не зимний рыбак. Мне тупо скучно. Вот я стою, вот херня это занимаюсь, и мне вот скука. Может быть, с кем-то надо ехать в одного такое уныние. Лучше с кем-то, кто шарит вообще за рыбалку, в принципе. Короче, я вообще не зимний рыбак и снова в этом убеждаюсь. Вот реально, мне не нравится сам процесс. То есть я знаю, что летом я сюда приду, я постоянно здесь буду с рыбой. Вот в любом случае, здесь рыба есть всегда летом. Ну, лето, весна, там осень, когда подкрытая вода уже. Да вот так стоять, ну хрен знает. Да ходить искать тут по всему озеру, набуриваться, пешком бегать. Пока ещё поляну очистишь. Пока то шугу уберёшь всё. Ну хрен знает. Постаю, конечно, сегодня пару часиков. Ну блин, я не думаю, что что результат какой-то будет. В самом-то деле. При этом летом, когда они клюют, я могу там часами простоять. Мне нравятся занятия. А вот зимой, не знаю. Сейчас постоял, вот я уже борюсь со скукой. Перешёл под бережок и окунь клюнул. Блин. Довольно, кстати, быстро на этой лунке клюнул. Офигеть, второй. А процесс на пошёл. Четыре окушечка уже поймал. Парочка даже таких более-менее нормального размера. И всего на этой лунке на одной. Довольно хорошо вроде клюёт подряд. Вот теперь даже азарт какой-то появился. Возможно, даже заберу обратно свои слова. Кстати, мне рыбалка мне не нравится. И самому смешно главное. От этого. Короче, здесь мне клевать вроде перестало в этой лунке. Сходил только что там пробурился, но там тоже ничего нету. Вернулся сюда, здесь поймал одного окуня и опять перестало. Сейчас хочу зайти вот за этот мыс. Туда вот, налево. Как раз, чтобы ветра не было. Потому что ветер капец достал уже сегодня. Сейчас с вещами туда перейду. Попробую там поискать где-нибудь что-нибудь. Там как раз избушка рядом. Сейчас можно туда зайти переждаться немножко. Короче, у меня три новости. Первое. Я переехал в новое место. Уже пробурил две лунки. Одна вот там, вторая вот здесь. И в этой лунке поймал окуня. Новость 2. Только что у меня проехали два мужика на мотособаке. Едут в деревню куда-то. В сторону базы. И новость третья, самая грустная. Я ушатал бур только что. В предыдущей лунке забурился в песок. Там, кажется, лед. И под ним сразу же начинается песок. Там даже воды не было. Практически. Ну и все. Бур теперь ни хера не бурит. Эту лунку сейчас бурил минут десять, наверное. Честно говоря, больше бурить желания нет вот так вот. Потому что очень тяжело. Так что постою сейчас здесь немножко. Вернусь на лунку. Я до этого клевала хорошо. Там постою еще. Ну и пойду уже на избу, наверное, тогда. Что делать-то? Ножей у меня запасных нету. Завтра утром, значит, буду сразу выбираться. Хотел еще у базы постоять половить. Но бурить-то нечем. Весь усадь я замыслом, так реально ветра почти нету. Ну гораздо меньше. Прям комфортно находиться. Опа! Нифигра. Очень долго стоял. Не мог ничего поймать здесь. Камеру поставил и окунь. Ладно, покидаю это место. Поймал здесь два окуня только. Поэтому иду. Туда и до этого у меня хорошо клевало. Вот даже веточку взял, чтобы там лунку пометить. Если она за ночь не сильно замерзнет, то еще с утра там чуть-чуть побурюсь. Посмотрим. Капец погода! Все, капец. Рыбачить физически невозможно. Снегом задувает лунку буквально за минуты две. Настолько, что лунки не видно. Снег поднялся. Метель, пурга. Капец. Я уже свой-то берег херово вижу. А дальше так базе вообще ни хера не видать. Тот берег вообще полностью замело. Короче, вот лунку отметил палкой такой. И иду уже к своей избушке. Капец задувает сильно. Очень сильно. Ну все, я на избе. Чайник уже греется на плите. Печка растоплена. Лыжи вон стоят на улице. Рюкзак, который лежит на улице. Сижу на полу, еще только развил печку. Блин, я, конечно, капец сегодня охерел. От такой погоды. Это ветер, снег. Я, блин, как хорошо, что я не сунулся дальше идти. Вот капец как хорошо. Потому что мне завтра выбираться в город. А я даже, честно говоря, не представляю, как буду выходить. Короче, завтра у меня будет выход отсюда. И он будет гораздо труднее, чем заход. Сто процентов. С такой погодой. Ну, снега навалило капец просто. Просто капец. Я иду по лесу сейчас, по озеру на широких лыжах. И проваливаюсь по манжету на сапогах. Ну сколько тут? Сантиметров 25, наверное. Верновadin. Вернов忍. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Смотрел остатки макаронов, тут очень мало их, честно говоря Такую смесь сделал Сначала съем эти макароны, потом роллтон говорю Ну и буду чай пить Сейчас на улице в районе 6, скоро закат Или уже был закат даже, ну где-то в это время сейчас Только что от тепла здесь комар ожил где-то Летал, летал, летал В итоге сел мне в ухо и был убит Так что лучше бы, конечно, не оживал Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Что-то лежал, залипал в потолок И увидел надписи До этого что-то на них внимания не обращал А тут указаны даты, видимо, даты, когда здесь были люди Были вот Десятого ноября 02-го Первого ноября 02-го Четвертый ноября 01-го Второго октября 01-го Короче, самую старую надпись нашел Вот она Второе Мая Двухтысячного получается Значит, ESB 23 года минимум Скорее, больше даже 2005 год 20 октября 15-18 апреля 2004 года Вот, я оставил Свою тоже Небольшую царапку Десятая Вот она, 10-ая, 14-ая марта 23-го года И еще заодно оставил Дату нашего прошлого посещения этой избы Это было 4 июня 2020 года Вот, не знаю зачем Но у меня в памяти до сих пор Даты того похода Что мы ходили со 2-го по 5-е Времени без 10-9 Я пошел спать Завтра надо по-любому Как-то рано встать Быстренько собраться С этими вишами Сразу прийти Дата До завтра Ну, утро последнего дня Четвертого Спалось сегодня прекрасно Но вчера спалось лучше Не знаю почему Было теплее как-то Как будто бы На улице уже скоро рассвет И такое у меня ощущение Что сегодня ясная погода И, конечно, пока я очень понимаю Тучи это или не тучи Но вроде бы Как будто бы Это все-таки чистое небо Уже сготовил себе завтрак У меня сегодня горяча Как обычно с сушенкой Чайник уже скипел Печка догорает Взбе жара Ну все, начинаю собираться потихонечку Уже спальник убрал Сейчас буду коврик сдувать Ковер вообще классный Вроде как Ну Я вот сейчас переночевал Три ночи До этого еще ночевал две Блин, пока очень радует Теплые снизу Вообще не холодит Нисколько По крайней мере в избе Нужны какие-то, конечно Более серьезные тесты На улице Но Они будут позже А так вообще Пока все круто Пока все классно Удобства добавляют Немерено вообще Ну все В избушке подприбрался Насколько это возможно Печка Холоднющая Дрова Вполне себе Остаются здесь Здесь на день Хватит дров этих Если экономно топить Потому что бы все занес Подушку занес Там еще дрова Лжет какие-то А так в целом Все было замечательно Очень рад, что прожил Здесь эти три ночи И Выхожу Наконец-то Избушечка Такой сугроб Просто сугроб Здесь я жил Ну а так вроде все собрал Пойду сейчас попробую Побриться Порыбачить В ту лунку Где я вчера бурил Потому что мне новую лунку Наверное и пробурить будут Сегодня уже А там попробую Посмотрим Постою может часочек Максимум И будут двигать в город Время сейчас Восемь утра Мне надо На трехчасовой автобус Наверное Все таки На часовой Наверное не успею А на трехчасовой Должен успеть как раз Слышу кстати Бураны по-моему ездят Значит дорога должна быть накатана Наверное с базы пойду Хотя если здесь Есть буранка Вот сейчас Где я заходил Я по ней пойду Если ее нету Пойду на базу Пойду с базы уже Чилл на этой прекрасной Избушке заканчивается Изба реально классная Вот блин Внешний вид Охереть конечно можно Малюсенькая Капец Но зато блин Звелось хорошо Мне в одного Так больше реально не надо Я посмотрел Я вот себе такую же хочу Избушку где-нибудь поставить Небольшую совсем Единственное что Я бы сделал Наверное Чуть-чуть повыше На один венец повыше Для того Чтобы поднять нару Немножко Потому что нара Слишком низко стоит Ну и чуть-чуть пошире Я сделаю Там буквально Сантиметров на 10 И Подлиннее Сантиметров На 30 Ну чтобы туда Если что При желании Можно было залезть вдвоем Действительно вдвоем Не залезть вообще никак Хочется чтобы была Такая доместная избушка Но если тесно То вдвоем нормально Еще можно повеститься В целом Избушка классная Теплая Я вот ее так Реально снегом закидал Шикарно Просто шикарно Кстати по погоде Сегодня нету ветра Практически полностью нету И небо такое Ну вроде как бы И облачно Ну вот там Солнце светит Например Немножко То есть Оно как дымка такая Вот над озером Так больше голубое Вроде как Короче Такая какая-то Мелкая облачность То есть Вроде как Оно чистое небо Вроде как И облачное Но ветра нет Все Вахожок Рюкзак Кстати Значительно Полегчал Прямо Значительно Да Солнце Он светит Даже по озеру Видно какие тени А вот здесь Вот я иду По болоту И немножко Мой след Еще виден Видно Как я шел Офигеть Не задуло Значит за ночь Полностью Видимо когда я спать Пошел Все таки Ветер довольно быстро Прекратился Да Даже идет Нормально сейчас На озере вот задуло А здесь не задуло Вот я вышел на буранку Которая идет у меня У избы рядом И она выглядит Вот так вот Ее нет В ту сторону Тем более нету Значит идем через базу По-любому О да Сегодня все озеро видно Сейчас Иду под тот Бережочек Ближайший И там половлю И буду выходить Там сейчас Сверху Соливил Буранка Идет Как раз В то место Где я рыбачил Вчера И никого нет Ни здесь Никого нет Ни у деревни Никого нет А вон там Посмотри В озеро Кайсты И кто-то Рыбачит Вижу Офигенно Лунка Не замерзла Даже Красота Вот я нашел Только что Я и нашел На самом деле Но хорошо Что она не замерзла Бурить не надо Уже ее Прочистил Буром В принципе Достаточно Уже Ток же Достал Первого Стою Буквально Пять минут О Приклют Нет Не подсек Есть контакт Второй Ну сегодня Что-то клюет Совсем неохотно Два окуня достал В самом начале Еще пара поклевок Видел Но достать Не смог Че-то Остает Уже Минут сорок Наверное Если не больше И наверное Буду двигаться Что-то холодно Блин Я сейчас Спотел Пока шел Под рюкзаком Да Пойду Наверное Пора Домой И так Честно говоря Наловил Больше Чем думал Наловлю Ну все Покидаю место Рыбацкое Своё И стартую В деревню На базу Тут идти Примерно Двушку Потом Еще идти Порядка Восьми Наверное Короче Десятку Надо пройти За два с половиной Часа Не знаю Пройду Или нет Столько Буду Стараться Чтобы успеть На автобус Только что Сломал Крепление На лыже Пришлось Ремонтировать Вот такой Стропой Тоже Обвязался Ну как У меня На правую На правую Тоже У меня давно Было Сломано Короче Крепление Вот эти Говно Мне не нравятся Они Ушел Под лес Сюда Вот немножко Сейчас Там По следам Пойду По старым Здесь Хотя бы Ветра Меньше Прошел Чуть Больше Километра Полчаса Иду Без Установок Это капец Какой-то Буранок Ни хера Нет Не видно По крайней мере Где они Идут Там Впереди Куча народу Сидит На льду Прям Куча Палатки Там Все дела Им Классно А я Тут Охеревая Иду Вот Такая У меня Скорость Максимальная Вот Она База В конце Буранку Подсек Старую Но все равно Видно Идется Гораздо Легче А под Какой-то Буранк Еще не Идти Красота Но Дальше Вроде Буранка В сторону Ижму Есть Думаю Даже Снять Лыжи Держак Вроде Хороший Палкаем Пробился Нормально Вроде А лыжи Сзади Наверное Завяжу Зарю 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 И Потащу Короче Я Все Иду По этому Буранному Следу Альтернатив У меня Никаких Нет Если Я Еще Когда Заходил У меня Было Несколько Буранок На выбор Пойти Но Сейчас Она Единственная Пока Не очень Понимаю Куда Она Меня Ведет На Автобус Вроде Как Даже Успеваю У меня Даже Запас Не Уже Полчасика Не Уверен Пока Не Уверен Но Вроде Как Иду Довольно Бодро Сейчас В Каком Месяце Будет Стать Немножко Перекусить Водички Попить Потому Что Блин Тяжело Идти Ну все Можно Меня Поздравить До Крайних Домов Деревни Ижма Осталось 200 метров Они Где-то Уже В конце Вот Этой Примониваются Справа И Слева Ну все Вышла В деревню Тут Дом Вон Дом Я Улыбки На этом Маршрут Я Заканчиваю Снова Поднялся Ветер Снег Пошел Погодка Вообще Жопа Ладно На этом Все Всем Спасибо За просмотр Лайки Комментарии До Следующих Видосов В следующий Раз Поеду Наверное Сюда же На зимнюю Рыбалку Но С палаткой И с печкой Если все Получится Если успеет Прийти Палатка А так Все Всем Спасибо Всем пока Субтитры